Добрый день. Возможность изменить режим общей совместной собственности супругов путем заключения брачного договора была предоставлена состоящим в браке гражданам немногим менее 25 лет назад. Уже в первой редакции Семейного кодекса Российской Федерации были введены нормы о брачном договоре, которые не претерпели до настоящего времени никаких изменений. Хотя число заключаемых в России брачных договоров с каждым годом увеличивается, все же брачный договор в силу существующих семейных традиций, все еще недостаточно популярен в нашей стране. Некоторым неудобно заговаривать о его составлении, когда в браке еще все хорошо, мол, что обо мне подумает мой любимый супруг. Но когда дело уже очевидно начинает идти к разводу, понятно, куда будет послан тот из супругов, кто захочет заключить брачный договор. Некоторые просто не верят в себя при заключении брака и думают, что им нечего особо будет делить, или что работать будут оба и зарабатывать собстоимые деньги, а потом вдруг один из супругов соиться на шею другому. Но поезд уже ушел. К нотариусу иждивенца для удостоверения брачного договора уже не заманить. Но есть еще одна причина непопулярности брачного договора в нашей стране. Я сам сколько раз видел на разных интернет-площадках безапелляционные утверждения знатоков о том, что брачный договор в нашей стране не стоит бумаги, на которой он изготовлен, так как признать его в суде недействительным – пара пустяков. И сегодня мы разберем, насколько в реальности легко признать недействительным брачный договор в России. И что для этого нужно? Это видеоблог «Бессовестный юрист». Меня зовут Виктор Спесилов. Я руководитель проекта в Бюро присяжных поверенных в рытак и сновья и кандидат юридических наук. В моем влоге я рассматриваю юридические ситуации, с которыми может столкнуться любой человек, заостряя ваше внимание на скрытых подвохах этих, на первый взгляд, понятных ситуаций. Российское законодательство действительно позволяет признать в судебном порядке брачный договор недействительным, по тому основанию, что его условия ставят одну из сторон в крайне неблагоприятное положение. Брачный договор, как и всякую другую сделку, можно признать недействительным и на общих условиях, предусмотренных Российским гражданским кодексом. Но мы будем рассматривать исключительно применение на практике специальной нормы, установленной в части 2 статьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации. Так как, когда люди пишут и говорят, что признать именно брачный договор недействительным пара пустяков, они имеют в виду явный недоговор с пороками воли или другими пороками, общими для признания недействительными любых сделок. Брачный договор – это сделка. Семейный кодекс специальной нормы об исковой давности не имеет, поэтому сроки устанавливаются статьей 181 Гражданского кодекса. Брачный договор, условия которого ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, является оспоримой сделкой. Следовательно, срок исковой давности – один год. Это много или мало? Но с какого момента начинать отсчитывать течение срока исковой давности? По общему правилу, течение срока исковой давности начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Логично предположить, что о нарушении своих прав брачным договором истец должен был узнать в тот день, когда поставил свою подпись под ним. Однако при заключении брачного договора стороны полагают себя членами одной семьи, связанными определенными межличностными отношениями и обязательствами. Эти отношения могут измениться через месяц, год или 10 лет после заключения брачного договора. Ненавижу тебя. Раньше любила. Теперь ненавидишь. Тем не менее, именно от изменения межличностных отношений между супругами и зависят все негативные последствия, связанные с расторжением брака, разделом имущества, нарушением прав одного из супругов на имущество, когда-то бывшее общее. До тех пор брачный договор, по сути, не применяется. В связи с этим на высшем судебном уровне принят подход, что срок исковой давности следует исчислять с момента, когда супруг узнал или должен был узнать, что в результате реализации условий брачного договора он попал в крайне неблагоприятное имущественное положение. Даже если при этом с момента заключения оспариваемого брачного договора прошло 10 лет. Таковым может признаваться момент, осуществляемого по условиям брачного договора раздела имущества, в результате которого один супруг полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака. Или момент, когда другой супруг должен был узнать о продаже нажитого в браке имущества без его нотариального согласия, то есть на основании брачного договора. Пленум Верховного Суда разъяснил, что оценка крайне неблагоприятного положения одного из супругов, ставшего следствием брачного договора, отдается на исключительное усмотрение суда с единственным уточняющим маркером – полное лишение всего имущества, нажитого в браке. Это точно крайне неблагоприятное положение. Впоследствии Верховный Суд уточнил, что крайне неблагоприятным положением может быть признана даже существенная непропорциональность долей в общем имуществе. Я тебе даю 20% своего состояния, а все остальное эту мелочевку оставляю себе. Тем не менее, критерий крайне неблагоприятного положения является оценочным. Например, если одному из супругов достается 1 четвертая всего общего имущества супругов, а другому – 3 четвертых, то один из супругов поставлен по отношению к другому в неблагоприятное положение. Но здесь отсутствует признак крайности. Неравноценный раздел имущества сам по себе не является основанием для признания брачного договора недействительным. Например, если по условиям брачного договора супруги переходят в собственность квартира, а супругу гараж и автомобиль, в иске о признании такого брачного договора недействительным супругу, скорее всего, откажут. Хотя квартира и стоит гораздо дороже. То же самое касается случаев, когда у оспаривающего брачный договор остается некоторое общее имущество, не включенное в брачный договор. Суд может отказать в иске о признании брачного договора недействительным, даже тогда, когда единственное нажитое в браке имущество переходит к одной из сторон без всякой компенсации. Судебная практика знает случаи, когда оставили действующим брачный договор, по которому в случае расторжения брака к мужу переходило без компенсации право собственности на нажитую до брака квартиру жены. Но это уже ситуация на Тойникова. Никто не гарантирует вам, что у вас такой брачный договор в суде устоит. В России, если в суд попал, тебя по-любому выебут. В то же время в брачных договорах часто встречается формулировка о том, что все приобретенное имущество является личной собственностью того супруга, на имя которого оно приобретено. Итак, супруги заключили договор с указанным условием, а впоследствии все приобретенное и немалое имущество было оформлено на имя мужа. Мужа должен был в случае развода приобрести жене жилье, отвечающее определенным характеристикам. Увы, но этот брачный договор в итоге был признан недействительным. Хотя лично мне позиция суда непонятна. В другом случае муж в целях погашения долга по ипотеке, закупленную в браке квартиру, продал свое единственное добрачное жилье, а после погашения долга заключил брачный договор, по условиям которого эта купленная в браке и освобожденная теперь от ипотеки квартира переходила в личную собственность жены без компенсации. В итоге по иску мужа брачный договор признан недействительным. Наконец, нельзя не упомянуть о нашумевшей истории супругов Сафариана и Карапетяна. Их брачный договор содержал восхищающую мой зашоренный мозг формулировку о том, что в случае расторжения брака по инициативе Сафариана, мужа, либо в результате его недостойного поведения, супружеской измены, пьянства, хулиганских действий и тому подобного, имущество наждая во время брака и относящиеся к общей совместной собственности супругов, переходит в собственность Карапетя, жены. Во-первых, меня восхитило, как такой договор вообще мог быть удостоверен нотариусом, ибо он явно ставит осуществление имущественных прав в зависимости от личных неимущественных отношений супругов. На мой взгляд, на права мужа или жены не могут влиять такие обстоятельства, как измена, хулиганство или пьянство, а также инициатива при расторжении брака. Но, впрочем, об опасности доверия нотариусам в таких вопросах я уже упоминал в первой части этого выпуска. Во-вторых, как доказывать, что брак расторгнут именно в результате недостойного поведения Сафариана? Что именно считать недостойным поведением? Как доказывать факты его измен? На основании этого замечательного брачного договора Крепетян умудрилась отсудить у экс-супруга квартиру и акции, после чего он и подал иск о признании данного брачного договора недействительным, как ставящего одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Суды всех трех инстанций признали брачный договор недействительным, но именно в связи с тем, что по нему бывшей жене доставалось все имущество, оставив юридическое сообщество в недоумении относительно того, так можно или все-таки нельзя привязывать измены, мордобой и прочие личные отношалки супругов к распределению совместного нажитого по брачному договору. В случае, если я тебя застукаю, ты мне платишь 2 миллиона рублей сразу и норкую шуму на следующий день. Взгляд на чужую жену 1200 рублей, просящий взгляд на чужую жену мясорубкой по башке. Итак, возможность признать брачный договор недействительным, ввиду наличия в нем условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, существует в ситуации, когда один супруг не просто получает все имущество, но этого имущества много, несколько квартир, домов, автомобилей и так далее, а другой не получает ничего. Причем даже если имущество не делится, а брачный договор был заключен сразу после свадьбы, с условием, на кого оформлено, тому и принадлежит, но в итоге все нажитое в браке было оформлено только на одного из супругов, риски признания такого договора недействительным высоки. Хотя неравноценность передаваемого сторонам имущества, по общему правилу, не должна быть основанием для признания договора недействительным. Опасной, на мой взгляд, является и ситуация, когда 90% совместно нажитого достается одному из супругов. Также в зоне риска брачные договоры в ходе заключения которых явно прослеживается недобросовестное поведение одного из супругов. Во всех остальных случаях усмотрение судей, как правило, на стороне стабильности гражданского оборота, то есть на стороне заключенного брачного договора. Если вам есть что терять при разделе совместно нажитого имущества строго пополам, лучше заключить брачный договор. При этом лучше его заключить сразу же после заключения брака, когда делить еще нечего и можно обойтись самой общей формулировкой. Имущество принадлежит тому супругу, на чье имя оно оформлено. Для составления проекта брачного договора обратитесь к хорошему юристу. Не отдавайте составление проекта договора на откуп нотариуса. Да, так вы потратите больше денег, но получите договор, учитывающий именно ваши интересы, а не шаблон. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы неравноценность раздела совместно нажитого в браке к моменту заключения брачного договора имущества не была очевидна. Для этого есть разные способы, о которых я уже упоминал в других выпусках и о которых вам всегда может рассказать хорошая юрист. Даже в случае, если брачный договор вы заключили сразу после свадьбы с общей формулировкой о том, что имущество принадлежит тому супругу, на чье имя оно оформлено, не следует приобретать в браке все имущество на себя, как бы вам этого не хотелось. Лучше все-таки проявить разумную щедрость и записать какие-нибудь наименее для вас ценные активы на имя супруга. В случае оспаривания вашим супругом заключенного брачного договора не занимайтесь самолечением. Сразу обращайтесь за помощью к профессионалам, чтобы потом не писать, обливаясь горючими слезами на форумах о том, что брачный договор в нашей стране ничего не значащая бумажка. Друзья, жду ваших лайков и комментариев, и надеюсь на репосты. И помните, простых ситуаций в правоотношениях не бывает. Практически в каждом деле без консультации юриста можно вляпаться по полной программе. Пользуйтесь услугами профессионалов. В итоге это обойдется вам дешевле. Продолжение следует...